Меня зовут Юрий, мне 42 года, родом из Минска, занимался в Белоруссии мясо-промышленной сфере, то есть работал обащиком мясо. Предыстория такова, что уже с 98 года, когда был организован клуб партизан, мы стали как противовес властям, то есть околофутбольная среда. И все, пошли репрессии, уже в 12 году такой был министр МВД Шевневич, и они разработали антивандальный, антифутбольный план, и все люди, которые имели отношение к околофутболу, автоматически попадали в этот список и пошли репрессии против футбольных фанатов. Так что это не вопрос 2020 года, мы уже в этих списках находились с 2012 года. 9 августа мы посетили Стеллу, видели эти летящие снаряды, рядом человеку просто вырвал икру, в 10 метрах его оперативно быстро доставили в дом на Мураторской. Ну все, и потом мы ушли организованные, как бы сказать, ну не организованные, просто нормальные группы, мы уехали в Серебрянку. Просто к одному из избирательных участков, находящихся там по проспекту Рокоссовского, ну просто вышли на улицу, потому что это был подлый обман людей. Не мог этот человек, который болеет шизофренией, набирать такие проценты, ну и если бы, по их мнению, он набрал столько, но не было этих пыток и издевательств. Хотя эти пытки и издевательства уже идут с 2010 года. В октябре 2020 года я был задержан, помещен на знаменитую окрестину. Ушел домой по Октябрьскому району, района Саналиева, Кижеватого, Саналиева, Перекресток. Постановился серый буст, получил удар в спину, ногой. Все, мне положили на землю, положили на пол в машину, покатались еще по городу. В машине продолжают здесь избиения, оскорбления. Лучше бы мы вас застрелили и вы бы не выходили на улицу. Хотя, доказательств то, что я был на улице, у них нет. Ну, на тот момент не было. Я бы не был оцифрован, у меня с собой не было телефона. Но все равно я был доставлен на Крестина, помещен во внутренний двор. Уже было прохладного. Все, верхнюю одежду просто сорвали. Пошли пытки в плане того, что просто избивали. Мы простояли полночи во внутреннем дворе. И потом мы стали просто на карачках заводить в эти камеры. Все, в этой камере было 40 человек, а спальных мест, как бы сказать, школах было 6. Трехразовые ночные побудки, обливания хлоркой. Ну, оскорбления, унижения. И когда выводили в коридор, ну, просто били и все. Был ОМОН, был ГУБОП. Просто приезжали, как бы, снимать свой, как бы, необходимый стресс. Не знаю, какой у них стресс там был. Ну, больные на голову люди. Ну, эти преступники. По-другому и не скажешь. Ну, как, просто выводили камеру на коридор по очереди и просто били. Просто ставили на карачки, то есть. И ты проходил через град этих дубинок. Избивали всех подряд, несмотря ни на кого. У нас был преподаватель БГУ. Интеллигенция. Не то, что там отбросы общества, которых собирали из центра передержки и привозили. Ну, и таких нам бросали в камеру 2-3 человека. Постоянно были. Они, как бы, спали. Ну, отдыхали возле дверей. Просто подкидывали бомжей. Просто, ну, смеялись. Поливали хлоркой людей. Открывали просто двери и выливали просто на нас просто ведро с хлоркой. Все. Это было их, как бы сказать, они такое получали удовлетворение. Ну, какие угрозы? Отрезать ноги, закопать заживо, спалить, утопить. Ну, каждый день одинаковый текст, заученный. Чем мы недовольны в этой Беларуси, если мы хорошо живем? Ну, если ответ какой-то следовал не в их русле, то просто шли, просто избиение. Просто валили на пол и избивали. Все. В нормальной стране с законами эти люди давно уже сидели на скамейке. Но они продолжают работать. И дальше продолжают издеваться. Людей садят за носки красно-белые, за кроссовки. Ну, полное просто безоборотное. Ну, как бы сказать, вообще у нас нет закона в стране. Каждое преступление, которое совершалось в Минске непонятно кем и ни за что я там не участвовал, нас просто выдергивали по одному и сказали, говорили, ты там был? Мы говорим, мы не деремся на улицах. Нам это неинтересно. Мы не бьем людей. Ну, просто стресс. Выезжали, снимали в лес с такими же, как мы, допустим, ну, там, Динамо, Торпедо. Мы объехались всю Беларусь. Мы не били обычных людей, тех, которые идут по улице. Нам это не нужно. Ну, нас цепляли за любое преступление. Потому что мы были в этой картотеке. Просто как неугодный человек им. Ну, я до сих пор не могу понять, но если человек любит спорт, почему я должен быть экстремистом? Это продолжалось уже с 2005 года, когда меня осудили за хулиганство. Потом мне дали химию. И вот с 2005 года я уже был в картотеке у них. Просто у меня отняли нормальные средства к существованию. Потому что по контракту я уже не мог работать по Трудовому кодексу. Я работал по договору подряда. То есть в многих торговых сетях у меня был заключен договор подряда. И я продолжал работать. То есть приехал, сделал всю необходимую работу и уехал. Там расчет был или сразу. Если я работал у частных предпринимателей. А если торговые сети, то раз в месяц они мне платили за объем выполненной работы. Но у меня не было уже трудового договора на руках. То есть контракта. А был просто бумажка, что я числюсь у них. Она нигде никакой силы юридической не имеет. 22 февраля 2015 ворвались в квартиру. Но перед этим они зашли не в мою квартиру. Они зашли к соседу. Сломали ему межкомнатную дверь. Повалили этого несчастного мужика на пол. Спросили, что-то ты не похож. Он говорит, что это 21 февраля. Ну все, пошли в 22 февраля. Смонтировка. Начал ломать дверь. Я посмотрел в окно. Стоит уже возле окна. Стоял Боб. Бесполезно было выпрыгиваться в окно. Он открыл дверь. И получил сразу удар в голову, в нос. И просто очутился в зале. Вот такой. Ну а не еще. Гранату светошумовую в квартиру кинули. После истории с Ельцером. Ну все. Положили на пол просто. Начали избивать. Сломали нос. Сломали уши. Ребер у меня был. Ну я уже как бы после удара в голову я уже не чувствовал никакой боли. Ну залитка. Ковровое покрытие было полностью залитой кровью. Просто били, оскорбляли и все. БЧБшник, Змагар. Им нужен человек, который будет в наручниках лежа. А уже начали разговаривать опера. От этих понятно. Они же ничего не допрашивают. Они просто бьют человека, кладут на пол. И потом уже опера посадили на карачки. Уже в наручниках естественно. И потом опера стали допрашивать. Ну маленький обувь в квартире. Хотя они ничего не нашли. Но развернули квартиру прилично. Ну и хорошо, что еще плинтуса не отодрали. Единственное, что они нашли в квартире, это наклейку. БЧБшную. Не БЧБшную, а от клуба «Партизан». Утром в 4 утра я был доставлен на ИВС Минского района. Это было уже 16 февраля. Помещен в камеру. Сразу в камере находилось максимально 16. Но состав менялся. То есть на 4 спальных места находилось 16. Включая двух бомжей. Но я так и не мог понять, что они мне говорили. Но мне было в Мино 3 статьи. 341-я, 361-я, 369-я. То есть экстремизм. То есть участие в незаконных массах мероприятиях. И вымышленное оскорбление какого-то сотрудника Брестского ОМОНа, которое я в глаза вообще не видел. Ну просто я этот скрин с одного телеграм-канала переслал на другой канал. Ну и они говорят, вот будет суд. Из-за своей головы ты получишь просто реально срок. Ну срок по совокупности до 12. И выйдя из ИВС, когда меня отпустили в 5 часов вечера. 18 числа я пришел на заправку без шнурков. Штаны были все в крови. Как бомж. Ну люди сразу поняли то, что там рядом заправка. То, что рядом находятся такие места. Печально знаменитые, как бы сказать в кавычках. Сразу дали телефон. Грубо там в воду. Все, я позвонил. За мной приехали. Ну все, и я сразу уже, когда первый шаг вступил на лестницу, на свободу. Все, я понял, что нужно давать по тапкам. Потому что это по-любому срок будет. Человек глотнул свежего воздуха. Нормально вот пронесло. Но все равно этого человека через неделю, через месяц. Они все равно бы приехали бы за мной и убрали. Связался с Центром Федерации Свободных Спортсменов. Которые тоже, они находятся все за границей. Пару человек из Беларуси, но они тоже уже уехали. В течение, ну это дело не одного дня и не одной недели. Через месяц мне поступил, как бы сказать, сигнал. То, что Федерация БФС связалась с Центром Допомога, который находится в Вильнюсе. Ну вот, просто, проще сказать, мне помогли переправиться через границу. Нужны были другие, как бы, меры не развиваться и не дарить цветы этим упырям. Хотя многие люди из-за своего недопонимания, они думали цветами и снятые обуви, мы можем победить с трижем. Так не бывает. Война без крови не бывает. Хочу, после свержения этой власти, я хочу приехать в Беларусь на их суд. Ну их надо судить, это преступники. Ну, рано или поздно они будут опознаны, половина уже опознана, уже даже, и даже с ГУБОПа люди увольняются, потому что уже многие, как бы сказать, понимают то, что они натворили. Рано или поздно они это все поймут. Все рано или поздно им придется отвечать за то. Ну, надеюсь, в скором времени. Ну, что пожелать. Я хочу просто приехать на суд над ними и обратно уехать. Они должны понести наказание за сколько судеб сломанных людей. Вот и все.